Прокурор района Здравствуйте, Анжур Геннадьевич! Здравствуйте, Ангелина! Давайте знакомиться и начнем с истории ведомства, которое располагается на берегу Каспийского моря. Если обратиться к истории, то первое упоминание о прокуратуре Лаганского района, раньше называлась прокуратура Улан-Хольского улуса, относится к 1937-1936 годам. В то время прокуратура осуществляла надзор за деятельностью строительства железной дороги Астрахань-Кизляр, мобилизация гражданских служащих на эту дорогу и за обучением верховой езде призывников в Красную армию. Анжур Геннадьевич, вспомните, пожалуйста, кто был первым прокурором Лаганского района? Ну, если говорить о первых руководителях прокуратуры Лаганского района, то надо, скажем так, брать во внимание два периода. Это довоенный период и послевоенный период. Довоенный период – это 1934-1936 годы прошлого века, скажем так, да. Это был прокурор Лаганского улуса Шанаев, затем Сагдаев, Басангов. В послевоенное время в рио прокурора Манжиев, Дарсен Манжиевич. Это те прокуроры, которые возглавляли прокуратуру именно довоенное время. В послевоенное время в данном случае можно отметить очень долгую продолжительную работу прокурора Лаганского района Зубкова Виктора Васильевича. Проработал, начинал с должности следователя прокуратуры района. Впоследствии более 20 лет возглавлял прокуратуру района Лаганского. Это с 1967 по 1996 года. За это время воспитал целую плеяду квалифицированных грамотных юристов. Это время советское время. Здесь у нас были как раз таки и предприятия в полную мощь и силу работающие. Поэтому работы, я так думаю, хватало. Население было большое, крупное, рабочий класс. Поэтому трудовые права в первую очередь всегда были на страже прокурора района, в интересах которых он осуществлял и натурную свою деятельность. Анжур Геннадьевич, с историей мы немножко разобрались. Расскажите о коллективе, который сейчас работает. Нынешний состав коллектива прокуратуры оперативных работников вместе со мной 4 человека, заведующий канцелярией и водитель. Два работника относятся к числу молодых специалистов. Со стажем работы менее 3 лет заместитель. И я. У нас срок службы уже более 20 лет. Как часто молодое поколение приходит к вам работать? Да, молодые коллеги не то что востребованы. Они, скажем так, уже на моменте поступления в ВОЗ уже знают, что идут в последующем в органы прокуратуры, в том числе и по направлению. Поэтому отучившись, идут в органы прокуратуры и здесь уже полноценно работают. Наверняка у каждого ведомства есть своя история и есть свои династии. Расскажите, пожалуйста, о династиях. Необходимо отметить Игоря Александровича, даже Горяева. Династии которых, кажется, он работал старшим помощником прокурора Лаганского района. Последствием был прокурором Сарпинского района. Она, скажем так, это одна из прокурорских династий, где помимо, кажется, и отца работали и дети, и уже, кажется, и остальные родственники. В нынешней системе прокуратуры также работают. С какими вопросами и проблемами граждане чаще всего обращаются к вам? – Спектр обращений граждан в прокуратуру очень большой, обширный, начиная с, скажем так, жилищно-коммунальных проблем, заканчивая трудовыми, медицинскими. То есть все, что касается жизнедеятельности того или иного человека, все в поле зрения прокуратуры. В данном случае необходимо отметить, что в последнее время акцентировано внимание на правах граждан социального изменения в категории. Это инвалиды, несовершеннолетние, пенсионеры. Стараемся выезжать и мобильными приемами по месту жительства данных граждан, принимать заявления, разрешать их насущные проблемы, если таковые имеются. Помимо этого, у нас осуществляется надзор за осуществлением национальных проектов, приоритетных национальных проектов, их реализации. В данном случае у нас на территории Лаганского района более восьми национальных проектов осуществляется. Это и строительство дорог, и строительство домов, ремонт школ, библиотеки, благоустройство придомовых территорий. То есть это тоже также в поле зрения прокуратуры осуществляется надзор как за заключением контрактов, последующим строительством и уже сдачей и приемкой того или иного объекта строительства. В общем, работы хватает, да, у нас? Да, работы всегда, скажем так, достаточно. Объем ее не уменьшается с учетом новых реалий и экономических, кажется, обстоятельств. Работа всегда есть. Ну, в том числе, наверное, и коронавирус внес какие-то коррективы в вашу работу. Коронавирус внес, скажем так, существенные коррективы двух планов. Это дистанционный способ работы, скажем так, был освоен в полном объеме, и проверочные мероприятия дистанционно, и, скажем так, организационные вопросы. Ну и, помимо этого, надзор за деятельностью медицинских работников и больных, заболевших коронавирусной инфекцией. То есть это в полном мере также, как говорится, в поле зрения нашего надзора. Прокурор с латинского означает забота. О чем заботитесь вы, как прокурор Лаганского района? Забота, скажем так, это, если в это понятие включить более, как говорится, все выявлящие основания, то это забота, скорее всего, о гражданах. О гражданах, в данном случае проживающих на территории Лаганского района. Чтобы гражданам жилось комфортно, всеми органами власти, предприятиями соблюдались требования закона, и их интересы, граждан, не ущемлялись. Будь то трудовые, будь то медицинские, будь то жилищные права. Анжур Геннадьевич, спасибо за встречу, что нашли время, с вами побеседовали. А мы на этом не прощаемся, мы едем дальше. У нас встреча с ветераном прокуратуры Лаганского района. Виктор Васильевич, рада, что вы нашли время, встретились с нами. Пойдемте прогуляемся по вашему красивому парку, немножко расскажите, как вы работали в те годы, когда вы руководили прокуратурой. Хорошо. Работали хорошо. Вы знаете, просто до сих пор приятно вспомнить. У нас коллектив, хоть и небольшой был, сейчас 4 оперативных работников, когда у нас было всего двое, но тем не менее сам климат в нашем коллективе был очень благожелательным, к людям относились очень хорошо. До сих пор, я помню, в замканцелярии у нас работала, до Саглара работала Любовь Андреевна, она до сих пор вспоминает, я как на праздник ходила на работу. Все бежали на работу, да? Не то, что бежали, но просто с удовлетворением. Бывает так, что действительно приходят потом и болеют люди от этого, потому что определенные неудобства. А здесь, вроде как, в семью шел. Следаки у меня тоже были хорошие. Вот, начиная с Беспалова, Валерий Григорьевич, царство ему небесное, он умер, вот, работал в последнее время зав.отделом, зав.отделом прокуратуры республики. Вот, он такие дела расследовал, без сучка и задорники. У нас не было ни одного почти дела на доследование. Редко-редко, когда уж там милицейские дела. А так наши все прокурорские мустрат следствия вели, вот еще у нас и старший следователь, следователь. И были очень квалифицированные такие ребята. Бембеев, Николай Манджевич, после него был тоже работал в зал отделом прокуратуры республики в последнее время. Ветеран сейчас тоже, отличный человек, отличный работник. Действительно, вот вспоминаешь. Даже Алжиева, Надежда Андреевна, она была первым помощником. Тоже до сих пор вспоминает, такой коллектив был, понимаете. Вот, может быть, вы даже знаете такие фамилии. Алжиева, да, они вот несколько фамилий там в листе. Иван Андреевич в Москве возглавляет там бюро адвокатской. Вадим Андреевич. Все они у нас были. Начинали все у вас, да? И вот они действительно люди, которые до сих пор помнят вот тот коллектив, в котором они начали. Начинали. В котором начали, и которое действительно дало путем в жизнь, что называется. Вы вышли на пенсию, не скучаете по работе? Я не то, что не скучаю, я и живу. А, все равно, продолжаете? Я продолжаю. Я вот сейчас вот приболел немножко так. Ну, не то, что немножко, приболел. А так я, ну, в неделю раз я обязательно приходил в прокуратуру. Или узнать что-нибудь, или вообще просто. Нет, нет, я никогда не забывал их. И ко мне как-то всегда те прокуроры, которые потом работают после меня, что-то звонили, что-то спрашивали, что-то, может быть, чем-то я не делился, советовался. Поэтому я как-то вот действительно как будто бы и не уходил. Ну, это, получается, вы 30 лет отдали, да, прокуратуре? Да, 30 лет от звонка до звонка. Вообще у меня, если посчитать, 55 лет стажа. Ох! Да, потому что я начал работать в 16 лет, работал вот на буровых первых, да, потом уже армия, потом я 5 лет проработал еще в МВД. Экспертом, криминалистом, в Листе я там работал. Я сначала начинал эту деятельность милиционером, вот. Ну, а потом, не знаю, получилось, что я вынужден был. Вы постепенно, да, постепенно пришли. Сколько лет вам было, когда вы назначили вас прокурором? Когда мне назначили прокурором, вот именно, чтобы было 28 лет. Это, я говорю, сейчас это неудивительно, а в то время было это удивительно. Да, очень молодая специалистка. Жизнь, она штука сложная, но, если ее немножко правильно понимать, не такая уж она и плохая, по-нибудь. Спасибо, Виктор Алексеевич, что нашли время еще раз. Здоровья вам и здоровья. Спасибо. Очень большой вклад вы внесли в свой край, в Лаганский район. Самая большая награда здоровья. Да, да, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы являетесь ветераном прокуратуры Лаганского района. Как вам проработалось 30 лет? Я, ну, всякак, нормально проработал, неплохо. Я спокойный был, особенно с Виктором Васильевичем. Ну и все прокуроры, которым я работал, они меня очень уважали. Так, там, до 70 лет я, там, в этой нашей прокуратуре, в республике, сказали до 60 лет. Ну, я, прости, до 70 лет работаю. Так нравилось вам работать? Да. Коллектив, что вам нравилось? Что запомнилось? Что вам больше нравилось? Коллектив, работа? Ну, коллектив небольшой, там, да. Во-первых, спокойно. У меня раньше следствие было у нас. Я, в основном, со следователем ездил на происшествия. А потом следствие ушло, вообще спокойно. Спокойно, да. К Велесту съездишь и обратно. Самое главное – работать и уважать свою работу. Пришел работать, значит, должен уважать свою работу, да. А меньше-больше – это зависит, как обстановка, да. Анжур Геннадьевич, спасибо, что позволили провести полный рабочий день с вами. Но, к сожалению, наше время подходит к концу. И у вас есть возможность поздравить своих коллег с наступающей юбилейной датой. Спасибо, Ангелина. Поздравляю коллег с предстоящим столетием образования прокуратуры Республики Калмыкия. Поздравляю всех ветеранов, действующих сотрудников. Здоровья, благополучия, всего доброго. А я на этом с вами прощаюсь. Смотрите нас на национальном телевидении Калмыкии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова